Новогодние украшения из рогоза, ткани и теста. Украинские мастерицы предлагают нарядить елку игрушками, которых не купить ни в одном магазине. Какие украшения сделают зеленую красавицу неотразимой? Все знает Алена Клюско. Эту зеленую красавицу украшают плетеные игрушки из рогоза. Мастер Ирина рассказывает, чтобы создать такие украшения, материалы нужно заготавливать с лета. Я заготавливаю листья, собираю у бабушки на полесье, потом раскладываю и сушу их на чердаке в бабушкином деревянном доме. Рогоз там хорошо сохнет и не теряет цвет. В этом году высушила 9 мешков. Большая часть ушла на новогодние игрушки. Чтобы сплести такую вот украинку, нужно три часа времени и несколько листьев рогоза, говорит Ирина. Цветные детали сделаны из кукурузных листьев. Красим обычными красителями для пасхальных яиц. Они очень хорошо подходят и, что самое главное, дают яркий цвет. Для цветных деталей я использую листья кукурузы, потому что рогоз покрасить очень сложно. Объемные легкие и не бьющиеся новогодние шары делает Анна. Есть ткани на основе пенополиуретана. Делать их довольно просто, но для того, чтобы сделать такой шарик, нужно потратить хотя бы два часа времени. Сначала Анна делает каркас, обтягивает его тканью, а потом создает форму. Увидела просто в интернете картинку. Я не знаю, еще он был из бумаги или еще из чего-нибудь. Не знаю. И я придумала, как их сделать вот так, чтобы можно было трогать, мять, раскладывать, складывать. Вот раскладываются вот эти полосочки все. Вот, правда, вот он такую форму имеет вроде бы как куба. Вот он куб. Три полоски одна в одну вставляются и все. А потом вот так края зажимаются. Оксана своими руками делает игрушки и елки. Одна из ее работ – новогоднее дерево из сена. Каркас делаем из бумаги, потом мы его обматываем сеном. Я хотела сделать не только необычную новогоднюю елку, а и декоративное дерево, которое бы радовало и после Нового года. А украшена необычная елка такими же необычными изделиями. Вязанными салфетками, гирляндой из ваты, игрушками из фетра и соленого теста. Его можно просушить в микроволновке или духовке. Когда тесто соленое, оно хорошо твердеет. И его потом можно красиво разрисовать. Посмотрите на эти игрушки. Они очень душевно выглядят. А еще в тесто можно добавлять красители для цвета и разные приправы для аромата, чтобы поднимать себе настроение. Кофейные зерна, сухофрукты, корица – все это может быть материалом для елочных игрушек. Они экологически безопасные, не бьются. А что самое главное, елка украшена такими вот украшениями, не будет похожа ни на одну другую. Алена Клюзко, Дмитрий Гришко, Владислав Гапон, ЮЭй ТВ.